Я уступаю за место. У него, блин, вот БМщик какой-то жуткий. Я не люблю с ним играть. И два би я не смотрел. Так что... Вообще, сложные проблемы. Ладно, тем временем... Тем временем, Томи-то... Агрессивно начинает. Хочет, хочет он сбросит Эджа в лозера. Но не так все просто. Потому что Эдж играет за Азеля. Постоянно ловит на... Что это? Это кажется 3А. Визуально я плохо вижу. Но кажется это 3А. Коктор Хит Эдж. Какой-то микро тикбэк, что ли это был. Не знаю. Сел-встал-сел. Протыкает копьецом. В дом влезает. Опасная ситуация возле стены. Так, потеканчик. Ну-ка. Фаталити не прошло. Еще одно. Ну, третье было самым неожиданным. Там, в принципе, битва фаталити была. Да, там, как он сделал... 9А, 9А, Ёша. Второе. Валсине. Чу-чу-чу-чух. Какой прессинг. Все, просто не дает. Да это тебе не Руфус. Ничего не дает. Нигде не дает. Влезть в доме. Ты просто прессует. Наконец-таки угодно. Ноу, паниш. Прекрасно. Но не тут-то было. Откатился. О, боже. Боже. Будет такими... О, гауз. Да, это он. Тоже очень токопатова ситуация. Потому что, конечно, он мог сделать там какой-нибудь этот АБ. Просто после пост-дги тоже, скорее всего, выкинул. Я не уверен насчет выкидывать я вообще, в принципе, АБ. Но то, что он мог этот пост-дги сделать, это точно. АБ-ки. В общем, даже хорошо. Напомню, что эти игроки уже встречались сегодня. 2-0, тогда победил Эдж. И было несколько раундов, когда вот Эдж вытаскал. Просто наоборот, слово ХП. Глазов позволяет. Передержал сейчас Эдж, конечно, я висал. Поплатился за это. Пожимает. Солт-чардж. Ждал, ждал. Прям. Что же сделает оппонент? Хотелось Эджу сделать там лоу-топор. Ох, какой интересный Эгия был. И его последствия, которые стоили Эджу игры. Но он, тем не менее, он сквешнулась там все интереснее. Каждый рандо пациентка по здоровью. Сумеет ли Эдж вернуться в этот бой? Угадывает ли Клапчик после А плюс Б. Ой, блин, АБ. Домито. И это паниш. Это не будет паниш. Да, это паниш 2 А, МШ. Менял стойку просто Эдж. Да, да, да. Поэтому ветреные 2 А получилось. Угадывает. Выход из этого не кричит на слабенький паниш. Ну, это должно быть килл. Да, это килл первый бой за Домито. Прекрасное начало. Начал проигрывать. Засаживайся на слабенький паниш. Напоминаем, что какой-то гранд-финал. Ребята, зайдите на наш Матчерина. Поддержите бесплатным купоном наш онлайн-турнир, наш онлайн-сезон. И кто-то из этих игроков у вас, вашу поддержку унесет в итоге в качестве призового фонда. Оба игрока будут в топ-7 через 2 неделя. Через 2? Ну, следующая неделя. Тут 8, Миш. Бастикю. Потом будет еще PS4. И потом уже только ПК. Сам-сам в конце, уже в середине декабря. Ой-ой-ой-ой. Ох, конечно. Ну, ведь не поднима точек, Йошемицу, таких наглостей. Да-да-да, посиди мне там, где-то набирай метры. Сразу кортик в лицо. Тифа-зву. Нет, ой-ой-ой, слушай, нерегидал, где я дал. Да. Ну, слабо, однозначно, арена фавор Йошемицу. Можно прям контролировать, в какой именно горизонтали идет бой. Повержусь сейчас. Но вот, как видим, немножечко решили поиграть в нейтрал, чувачки. Ох, в ответ, нет, он его спас, мне так казалось, что он сейчас должен просто лететь в водичку, но... Опасно, край арена. Подфьешь, тут вообще тяжело играть, но все, очень радое здоровье. Нет, шутка, ты лезешь, что ты творишь? Все, Эдж нашел, нашел лазейку, что ли, ставить в свои ашки. Думал, чему-то там продолжал, по-моему, лезть вообще, потому что это стоит удар. Мини, это по победу в раунде. Ох, как! Неожиданно лолтопор, который, кстати, не выкидывает, даже если в плотную краю был бы. Ой-ой-ой, опасно, один, а на краю в лазеринг-ауте, совсем нету здоровья и шумицу. Попрасно для обоих игроков, потому что и шумицы так же прекрасно и череп. Но не удержал, выдержал, эш, добил с помощью 2. Мэш не прошел, ведь стоечку хочешь, топор тебе нужен, на, тебе, есть у меня топор. Оба игрока меняются с обязанностями, на любой дистанции нельзя расслабляться, и тому, и не другому. Оба игрока меняются с прессингом, казалось бы, было бы... Наконец! Ну, ничего, хотя сейчас вернет он барчик. Ну, хотелось, чтобы бренни была красная, потому что стал отдача в прошлом раунде, но там был шанс уже и на победу. Дымочок. Ох, как хорошо, присяд сейчас, это должен быть ринг-аут. Да, это ринг-аут, 3-2 по раундам, второй раунд, забирая, вторую игру забирает дом. Это, я думаю, отправило Эджи немножечко, заставило немножко приподняться над землей. Камбэк по раунам для дома. Да, еще одну игру ему нужно выиграть, чтобы ресетнуть сеточку. Но старт положен очень даже хороший. Очень уверенно, да, прям, конечно, мне кажется, что тут больше заслуга Ишемицу, но тем не менее, с таким количеством ринг-аутов. И вообще, в принципе, с такими ринг-аутами, с такими положениями... Стоит отметить, что дом не допускал ситуации с миксатом топора, и это очень хорошо сказалось на его вот этих двух победах в этом гран-финале. Если он продолжит так не позволять, собственно, своему оппоненту сделать ситуацию с тем 50 на 50 коварным, то, возможно, именно и в этом вот это секрет успеха. Так, тем временем, у меня матч разлетелся. Скорть. Но он продолжается, да, я продолжу смотреть его на Скорть. Я вижу, что Эджи прекрасно нам показывают паниши через БСБ. Копьем, щитом, что он там делает. Кто же угадает, Ре? Ой-ой-ой. Разбивается броня. Нету-нету-нету хита продолжающего. Какой трейсинг. Какой трейсинг. Да, дом силен. Прям все вейки уезжать через БСБ карты паре, видимо, понял он, что дом как бы не хочет гадать, а просто катается и решил, что хоть какой-то урон как бы лучше, чем ничего. И стал все время делать этот Б плюс Кан. О боже, что это было? Брэйс, не веришь в Грандфинала. Брэйс, не веришь в Грандфинала. А, ну простите, это да. Не-не-не, но это... Это был шокирующий развязка. Да, конечно. Не так хотелось увидеть ресет в сетке, но вот сейчас, по сути, начинается главный Грандфинал. Это же уже не может быть уступать здесь. Был тактический ход со стороны Эджи, типа, сейчас я поддамся, там, противник расслабится, такой, ой, этот Азвил Фрии, там, короче, это... В протяжении двух дней между этими эрками, кто заберет инициативу, тот и покажет лучший результат. Вчера это был Эдж, сегодня тоже был Эдж, однако в целом счет уже укоренился в пользу дома. Угу, да, но, тем не менее, Эдж может, и я думаю, что ему нужно просто подскочиться и показать, показать, что он и может. Вспомнить песенку про паровозик, который смог. Давай, Эдж, прессинг, хард пресс. Пошел, Мэшец. Спасается, это не угадывает Эджи, делает 3бшечку. Забирай первый раз, отлично. Аккуратничают игроки. Ох, как влезает Эдж. Не хочет, ничего, видимо, там не надо Азвилов кидать. Заряжается дом, возле стены, очень опасно. Не гикает третий удар, почему-то, хотя в Эджи, там, он всегда делал. Сколько, ФК, в реках, господи. Что, что он творит? Ну да, просто забутсовал, просто забил. Тяжело, тяжело, конечно. Столько пространства, столько возможностей для миксов, удается. Йошемицу, Йошемицу будет только рад этим всем делом воспользоваться. Ой, как он пропускает, видимо, что за миксер момент решали. Перебивает 6б, что будет дальше. Перепрыгивает на длоу. Что-то, это же вроде бы угадывает, но никак не может выйти. Дамажную опцию, никак не может выйти на миксапа, не дает ему дом просто продохнуть. Все, отбивает, все перебивает. И забирает уже второй раунд. Счет становится по раундам 2-1, надо срочно что-то Эджу. Может быть, пора заряжаться, Эдж? Нет, теряет. Дотащит ли до стенки? Дотащит. Это много демиджа, это очень много демиджа. Все, нету ХП, никакого практически у Азеля. О, Свойки Мелса, нужно что-то делать в ответочку. Нет, он угадал, господи, какой паниш. И фаталити любит в дом фаталити завершать свои игры. Но рид лоу-топора был просто феноменальный, через огненный вертолетик. Я удивлен, что в КФТ-3. Впрочем. Тем временем, я напомню, что счет 1-0 в пользу домика, это уже после ресета с сетки. То есть, он у нас сейчас, по сути, лидер. Надеюсь, ребята выберут, кстати, арену. Ну, я думаю, что нет, потому что там они прям сразу. Ну да, выбрали случайно. И в итоге оказывается на арене с прошлого раунда. Да, в результате лес манит. Честно говоря, обычно оба персонажа довольны этой ареной. Ну, стенки хороши и для Азвель. Лучше, конечно, для Ёшика. У него совсем без стены. Пистена, вот уже близко пошло. Следите за красным барчиком. Ну, не успел. Не знаю, что-то нам. Ох, о господи, Эдж, Эдж нервничает. Он какие-то херовые, извините за мат, Паниши, он вообще просто Эдж сломлен. Надо ему выключить стрим, если он нас вдруг слышит. И остаться наедине с самим собой, с доме-то сосредоточиться. Нормально уже делать нормальный Паниши, нормальный миксап. Честно говоря, он до сих пор не может выйти на миксап топора. Дом для агрессии не дает этого сделать. Из-за этого как будто весь игровой план Эджи сейчас ломается. Возможно, стоит что-то потерять в других стойках. Сейчас он ориентируется больше на свои мечи. Все-таки там нет столько урона пока что. Ох. Я отнивив фаталии, чуть раньше времени и... Да, магический кулак. Магический кулак, который бьет сталь, просто перебивает. Ох, отлично живешь. О, боже, Эджи. Давай, Эджи, что ж ты творишь? Все, нету хп, ответочка. Это был комбо. Это тоже будет огромный дэмэдж. Какое будет завершение? По-простому. Решил не париться Эджи. Сразу же выйти из-под прессинга с помощью СЧ. Не приседает ударами рукоятки. Комбо! Это будет волос комбо. О, нет, он... Нет, нормально, все идет пока. Не максимальный, конечно. Дэмэджи. И опять магический кулак. Нужен лоут опор Эджи. Нужен... А, нет, он... Все как прочитал как раз-таки. Решил не рисковать. Лоут опором сделай 6 ББ. И это принесло ему победу во втором раунде. В смысле, вторую победу в третьем раунде. Угадывает Ре. Теперь уже дом решил не гадать ничего. Защитил с помощью... Ох, миксовщик. Сейчас будет и чувствую сейчас... Ой, куда ты пошел? Чу себе демакс двух-то ударов. Комбо опять не гикает третий удар Эдж. Вот, наконец-то... О, начал делать 9К вместо 9Б. Кто же угадает 3? Господи, кулак смерти. Просто Doomfist. И у него нету паниша. Боже мой. Угадано. О, но фоллоуап. Да. Своей цели дом. Сраненный счет по раунду. И прям совершающий бой. Надо было что-то нажать. Надо было. Почувствуй силу. Мы чувствуем. Мы чувствуем твою боль. Дом. Ох, что же намешал какой-то очень, конечно. Неронка спрятаться от очередного лоу, но эж был к такому развитию событий готов. И, наконец-то, прерывает огромную серию побед дома. Да, еще становится один-один. Хайп, хайп. Хайп, хайп. Здесь-то, пожалуй, уж точно Азвал будет предпочтительнее вести бой. Больше пространства свободного. Чуть меньше акцент на вот эти вот стены. Здесь Азвал будет Дерзернс. Да, опять же, кривые стены. Хотя, по-моему, и шумится на это по барабану. Смотрите, в рост вылезает вообще полный дезреспект. Ведь что-то там по мне Ашками попал. О, встает с блоком. Мы так давно не видели лоу-топор. Очень эффективно справлялся с этой опцией. Ёши. Вот сейчас, который говорит, Райс. Ох ты, шо, какой гид. Видимо, Эдж просчитал, что Ёшимицы любят, когда их force crouching, делать вот этот лоу, собственно, да, с вами и прыгнул. И это принесло ему вдало ему инициативу и позволило забрать победу в первом раунде. Рейсинг. Вернулся к каким-то образом магическим дом. Будет лоу-топор? Нет, будет отхват. Лоу-отхват. Не дался запутать дом, стал с ударом, и это застал в располог хеджа один один по раундам. Не перейти тебе в вертолёчек. Ничего, сейчас. Всё перебивают, друг другу не дают, не дают ничего серьёзного сделать. Вот, есть комбайн, есть дымачок, дом. О, боже, вот это ульта! Причём, по-моему, если бы дом сделал вот этот удар, там, ногами быстро, да, он бы, мне кажется, он бы перебил, ну, ты, естественно, ну, рисковал, ну, миксапчик не угадывает, дом, хватит ли дамага, нет, в пиксель остаётся магическим, практически пикселя. Давай, дом, ну, сможешь ли, камбэк с пикселя вообще изи, ты можешь. Да, ну, можешь, он ещё, он ещё не угадывает, на раз. Да, он смог! Ну, невероятно, дома. Долженечко, как позволил, Эдж, на close range, вот, планишь, увести себя против Кершмитсу, скорее всего, просто нельзя. Прекрасное начало для дома, сейчас он ещё... А, ну, всё, метра уже не будет, извините. Вот это перехватил. Всё, понятно, сейчас Азу. Не степит и не садится под А плюс Б. Эдж, ну, ничего, лоут опор, и вот же, проблемы у дома, он на лоу хп. Ох, полез на 3б, не поверил, что он сделает 3бб. 2-2, по раундам, в шитре, кто угадает? Не, решил не гадать, просто отдать броню. Эдж, не очень большой дыма, вот это панишь, боже мой, он прочитал, он был готов. Это просто тютелька в тютельку. Надо заряжаться, надо заряжаться. И не на... Велико заряжается дом. Нельзя мешать, Эдж, нельзя мешать. У него ещё есть бар, боже, я ждал, честно скажу, панишь ультой. И не угадывает, два раза подряд, 3б, 3б, приносит победу в третьем раунде, вернее, в пятом раунде третью победу в этой игре. Ох, какой интенсивный махач, боже мой. 2-1 по играм, оба в лузерах. Похоже, что фришный эдж не такой уж фришный. Есть ещё в форох где-то там. Нашёл способ пропихивать все эти 3-а контр-хиты, и вот здесь вот, собственно, начинает сказываться то, что многих очень сильно задражает фазвель. 50 на 50 не угадывается, и дом получает очень много урона, и ещё и уроки. Да, вот эти вот угадайки никому не нравятся. Само собой, дом всё ещё продолжает давить тогда, когда решает играть чуть пассивнее, но не так это часто происходит, всё меньше и меньше мы это видим. Хочу заметить, что вот эти вот угадайки, зато если, да, то ты можешь запанишить очень сильно, да, то есть лоутап минус 20 там с плюсом, панишить чем хочешь. 3бб степится, и 3б само по себе минус 16, так что вариантов много, чем можно запанишить. Сложно выйти на этот паниш. Ну, тем временем очень активно опять начинают агрессивно. Ребята, вот о чём я говорил, левает дом ножками в вертолёте, ничего это ему особо не даёт, всё равно, видишь, маршструет, не степит бросок копья, просто ох, рев, не додержал, хватит, чуть-чуть не хватит. Ох, подлин, подлин, тычок. В ногу, в пяточку просто. Не дотянулся, есть вив паниш. Зачем ты на хите полез в аааа, там, конечно, нельзя влезть уже, если ты первые два ударов хит ловил. Возле стенки, да, нельзя давать вишку стенку. Отличный тайминг для дурнокера. Ох, как б, как б, как б, как б, как б, как б. Акуба, не фикси, это, пожалуйста. Как это всё попало, как вифнуло а.б. Это так странно. Один а, так, ставим, делай этаж. Так. Один а, так, ставим, делай этаж. Сосредоточиться. Ох, и это, похоже на вив панишу, это очень много дэмэйджа. Это то, чего я, честно говоря, ждал от дома, но он почему-то решил не играть на афа. Вот, вот же, можно же было. Ну, что ж, только сейчас, сейчас, сейчас битвы ударов, если честно. Заряжается, решил, вот как он решил, надо, чтобы не гадать. Ох, дотянулся. Есть, есть, есть возможность. Так, что больше. А дальше будет. Не угадывать, не угадывать, опасно. А, да, не угадал, и это конец.